В жилмассиве пятая площадка местный житель умудрился вынести из закрытого на ночь магазина два пакета с продуктами. Задержан он был сотрудниками вневедомственной охраны, которые приехали после срабатывания сигнализации на объекте. Злоумышленника не пришлось выслеживать или гнаться за ним. Молодой человек сам вышел к патрульным, когда собрал внутри магазина все необходимое. Вот так выглядела ночная продуктовая вылазка изнутри. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина начинает формировать свою личную продуктовую корзину. Берет растительное масло, консервы, печенье, вафли и сахар. Все это происходит за прилавком. Подходит к первой кассе, достает оттуда мелочи, перекладывает в карманы. Крупных купюр в лотках нет. Деньги, вырученные после рабочего дня, продавцы убирают в сейф. У вас две кассы, да? Тоже мелочевка? Да, вот десятки. Не знаю, сколько там. Но они всегда мелочи ставят. На размер, да? Ну, это так, да, мелочевка. Это по 10 копеек. Версия, которую выдвинул задержанный, казалась не очень правдоподобной. Мужчина уверял, что дверь была открыта. Я просто с гостей шел, реально, мужики. Какое время? Четыре часа ночи. Ну, у меня у друга день рождения просто было, не более. Я просто шел домой, реально, она открыта. Я шел еще, она с 15 минут 11 была открыта уже. Я знал, что они в 10 закрываются. Задержанный назвался Михаилом. С его слов ему 24 года. Судимости нет. Два года назад он вернулся из армии и даже дорожил своей репутацией. Подвело якобы обычное любопытство. Он увидел, что дверь в магазин приоткрыта и решил зайти. Ну, а раз зашел, то почему уходить с пустыми руками? Для разбирательств молодого человека доставили в отделение полиции. Похоже, что фигурантом уголовного дела он все-таки станет. Со слов человека задержанного, он проник в магазин якобы свободным доступом. Двери были открыты с его слов. Однако полицейским приходится сомневаться в его правдивости, потому что сорваны провода с датчиков на открывание дверей. Но сигнализация все равно сработала. И, соответственно, это является противоправным деянием. Проникновение на охраняемый объект, чужая собственность. Соответственно, факт кражи есть. Продукты, украденные с прилавков, полицейские вернули старшему продавцу. Достоверно выяснить, как молодой человек попал в магазин, пока не удалось. Вход, через который вошел незваный гость, запирается на массивный засов изнутри. Открыть дверь снаружи без взлома невозможно. Вероятно, имеет место халатность работников магазина. С места происшествия Ирина Орлова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Продолжение следует...